Всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Это видео я хочу посвятить основным пунктам правильного секса. Действительно, многие совершают такие очень-очень банальные ошибки и потом удивляются, почему партнёр мне не позвонил или партнёрша мне не позвонила или не отвечает на мои сообщения. Давайте сегодня поговорим на эту тему, какие же основные правила должны быть соблюдены при занятиях любовью. Тема интересная, поэтому пишите ваше мнение, какие же действительно правила для вас важны при половом контакте, при сексе и как же улучшить вашу сексуальную жизнь. Друзья мои, я вас всех приглашаю подписываться на канал, если вы ещё не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Мы с вами будем на связи и разберём очень много интересных и важных жизненных тем. Обязательно пишите ваше мнение, ваши вопросы. Я в следующих видео в формате прямого эфира буду активно на них отвечать. Так вот, какие же основные правила? Друзья мои, ну первое правило, которое необходимо, мы уже с вами про него говорили, это как раз прелюдия. То есть прелюдия, безусловно, важна, когда мы говорим про секс. Она нужна и мужчине, она нужна и женщине. Женщине, конечно, нужна в большей степени, так как есть два момента подготовки и прелюдии. Один – это физическая прелюдия, а вторая такая психологическая прелюдия. То есть обе эти прелюдии крайне необходимы каждой женщине. Что же относится к физической прелюдии, вы наверняка про это знаете. Это поцелуи, массажики, поглаживания, что «Ой, ты моя хорошая», да, поцелуи обязательно, да. И, конечно, в идеале это бы какой-то массаж, да, особенно эротический, даже не какой-то, а именно эротический массаж. Но это прямо в таком супер-пупер идеале. Следующий момент – это правило, которое всё-таки нужно учитывать, да. Это вот как раз психологическая прелюдия. Это когда вы женщину заранее… Женщины все любят ушами, поэтому заранее вы её к этому готовите, да, к тому, что «Дорогая, у меня для тебя будет сюрприз, вот ты придёшь, моя хорошая, мы с тобой тут вот кое-чем займёмся, да». То есть вот так вот очень аккуратно, но женщина… То есть начинайте, начинайте издалека и потихонечку переходите вот к такой уже физической прелюдии. Следующий момент, да, второе правило – это всё-таки момент окончания. К сожалению, многие женщины во время секса не испытывают оргазм по разным причинам, то есть и не испытывают вот этого чувства конца, окончания, да, что действительно многим женщинам нравится. И получается, что мужчина получил удовольствие, а женщина осталась такая вот в поперечном моменте, да, условно сказать, вроде и секс был, и вроде бы ничего она там такого супер-бупер не получила, что бы ей хотелось. И вот здесь, как бы, чтобы не было недоволок, всё-таки нужно довести женщину до того состояния, чтобы у неё вот это было чувство опустошения, чувство того, что она наполнена и получила всё, что хотела от полового контакта. Да, многие мужчины делают ошибку, что они получили оргазм, они окончили половой акт, а женщина вот остаётся как бы без того самого удовлетворения. Для этого у вас есть руки и другие части тела, чтобы всё-таки довести женщину до состояния, когда она всё-таки испытает то чувство, то опустошённость, то удовольствие, которое она должна испытать. Следующий момент, это всё-таки не надо ориентироваться на порно фильмы. Всё, что вы там видите, порой это всё такой очень спродюсированный и поставленный сценарий. Всё-таки нужно стараться как можно нежнее чувствовать друг друга, чувствовать партнёршу. Но многим женщинам, да, нравится более жёсткий, более быстрый секс, но это уже не сразу, когда только вы с ней начинаете заниматься сексом, а чуть-чуть попозже. Да, потому что у многих женщин возникают болевые ощущения, которые очень неприятны, которые её в дальнейшем пугают вступить в половой контакт. Кстати, очень прикольный лайфхак, это когда у вас будет половой контакт, и вы будете себя видеть в зеркало. Очень мужчины любят этот момент, именно видеть себя, свою женщину в зеркале, да, то есть отражение, особенно во время секса. Недаром во многих спальнях даже делают стеклянные потолки, да, вы наверняка про это слышали, большие зеркала на стенах для того, чтобы вот как раз получить такие ощущения. Поэтому тоже обязательно попробуйте. И действительно вы почувствуете такие визуально приятные ощущения, даже если вы не в той форме. Женщины почему-то многие стесняются, но можно же выключить свет, да, и будут такие вот силуэты как раз в зеркале отражаться. Следующее очень важное правило. Крайне не рекомендую вам вступать в половой контакт в нетрезвом виде. Хоть и говорят, что в нетрезвом виде там женщина, мужчина расслабляются, женщина, мужчина могут себе позволить то, что не позволят, соответственно, в более трезвом состоянии, я здесь не согласна. Не согласна потому, что действительно алкоголь нехорошо влияет на эрекцию, да, и на потенцию, то есть это всё снижается. И многие мужчины потом начинают комплексовать, что они вроде хотят вступить в половой акт, но из-за того, что выпили определённое количество алкоголя, половой акт у них не случается, да, или не завершается. И это уже психологическая проблема, которая начинает беспокоить. Поэтому лучше этого не делать в состоянии особенно алкогольного опьянения. Это такая рекомендация. Кстати, её дают очень многие психологи и сексологи для того, чтобы понимать, да, что функции организма немножечко притупляются. И поэтому мы не получаем того эффекта, который должны получить от полового контакта. Друзья мои, что вы думаете по этому поводу, обязательно напишите внизу мне своё мнение в комментариях. Также я вас всех приглашаю в свою онлайн-школу, как улучшить вашу сексуальную жизнь, как почувствовать новые чувства, удовольствия, то, что вы никогда раньше не испытывали или испытывали, но уже давным-давно забыли. Поэтому ссылочку оставлю под описанием к этому видео. Обязательно переходите, регистрируйтесь, и мы с вами начинаем активно прокачивать вашу сексуальную энергию. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А я вам желаю всего самого наилучшего и, главное, страсти и любви. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok